Клуб Дилериум? Ну, я все не знаю. Не знаю. Вы что, вы закрыли, молодец? Газет не читаете в октябрьском? Слушайте, не то, что не читаю. Их просто не бачу. Ну, по телевизору сколько показывали. Телевизор в этой тижне совсем ничего не бачу. Хорошо, ладно, что делать дальше? Мы так, вопрос как бы остается. Все-таки ночной клуб Дилериум, это просто, как получается, зал павроры такой. Бабах. Не, ну, я, как речи, сегодня сранку бачу, вроде бы, той Дилериум на высоте. По телебачу и показываю. Как все на высоте? В любом случае, их господарок, мужчина, я там, как видите, на то смотрелся. И он, по-моему, работает. Так что, может быть, обещанка отца всегда. Думаю, у кого-то такая большая радость. А ты, дурный курс, смейся, да? Я понял. Представьтесь, как вас зовут? Сенцов Юрий Александрович. Ну, вот, Юрий Александрович, мы задаем один вопрос разным людям. Правильно ли приняла городская власть, решив закрыть ночной клуб Дилериум? Совершенно правильно. Потому что у нас молодежь не воспитывают, а разлагают. С утра до вечера по телевизору показывают убийство, насилие, что угодно. Но не воспитание молодежи. Я, конечно, поддерживаю эту политику, потому что это современное наше телевидение показывает разврат для молодежи. Я участник боевых действий. Почетный железнодорожник. Я поддерживаю эту политику, чтобы отменять все эти наши клубы, закрывать их. Поехали. Только сначала представляйтесь, не все вас знают. Подробно? Не, не, не подробно. Представьтесь. Я не хочу, чтобы меня знали. Вот девушка бы сказать. Ну, хорошо, ладно, не надо. Инкогнито. Правильно принято решение. Конечно, правильно. Для меня правильно. Для меня однозначно правильно. Однозначно правильно. Представляться будешь или не будешь? Я на коллективе. Я все знаю. Представьтесь сначала. Которые в Николаеве закрыли, понимаешь, вот эти игровые автоматы. Их, как говорится, мы не нашли легальным способом. А вот это, что закрыли, вот эти, понимаете, вы говорите, это тому, как говорится, благодать и памятник тому надо поставить. Ну, это мэр, мэр закрыл, не я закрыл. Мэр, мэр. Мэр города Николаева, Владимир Дмитриевич Чайко. Ну, все правильно. Он правильно. В настоящее время он как раз стал работать, понимаете, на тех местах, которые должно быть в пользу общества. Вот как раз и спасибо этому Чайке, что он поступил так. Поехали, снимаем. Сирохов, Викпетров. Да. Я против того. Ну, правильно сделали, что закрыли ночной клуб Дилериум, потому что дети говорят им отдыхать негде, им некуда. С 60-го культуры, практически, например, помещение, где можно отдыхать. Правильно сделали или нет, что закрыли? Да, правильно. Поехали. По комментариям Оксаны Владимировны нашей Шубиной. Она как начальник. Не, 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 подождите, вы же в гражданском вообще, причем здесь в Шубино. Я не гражданник. Ну, все равно, как просто человек гражданский, правильно это сделать? Я не гражданский. Вы не можете отвечать вообще, говорить? Ну, как сотрудник, если... Не, 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 не как сотрудник, просто... Сколько вам лет? 24. Ну, вот, как девушки, вы замужем? Нет. Ну, вот еще будете замужем, еще будут у вас детки, и будете... Вот как вы считаете? Просто как не сотрудник, а просто как... Правильно сделали, что закрыли ночной клуб Дилериум, на три месяца пока закрыли. Наша телекомпания «Горожанин ТВ» снимает по этому поводу фильм. Мы спрашиваем у разных людей, у сотрудников, у несотрудников. Ну, надо смотреть как бы разные аспекты. Если чисто вот мое мнение как человека... Как человека, исключительно. Я считаю, что правильно сделали, что закрыли... Лучше бы открывали какие-то спортивные секции, бесплатные кружки. Вот. Нам надо здоровые дети. Они обкуренные и пьяные. Поехали. Правильно. Две-три минуты у вас есть, что про... Комментировать ничего не буду. Я считаю, что правильно. Правильно. Все, есть. Дима, можешь не представляться? У тебя, по-моему, уже виноват. Меня уже знают. И вообще говорят, что это Никонов закрыл, если вы будете... Не, ну, я выступал на исполкоме городского совета и выступал за то, чтобы его закрыли. Поэтому там были некоторые выступления, что как бы временно приостановить. Я только за закрытие. Как будет дальше развиваться события, как ты думаешь? Я думаю, что в течение трех месяцев они опять попробуют получить разрешение. Ну, как бы будем контролировать и смотреть, что из этого всего получится. Я думаю, что будут пытаться открыть его снова. А также нужно контролировать за то, чтобы наши государственные органы проконтролировали его закрытие. Вы не такая известная... Я известный человек под раком в Николаеве против фашистов. Я вам хочу сказать правильно сделали, что закрыли. Рассадник, который там творится. Давно пора было закрыть. И вообще все вот эти вот ночные клубы, которые открыты в городе Николаеве. Получается, они только делают развращенную нашу молодежь. Поэтому я считаю, что правильно, что делали. Очень правильно. Я не могу телевидение смотреть. Там пошлость, гадость и все. Вы понимаете, развращают нашу молодежь. Развращают курево, пьянство, гадость и все остальное. Я только за это. Спасибо. Дай Бог. Чтобы это вошло в жизнь. Все. Представьтесь, как вас зовут? Это камера, это не фотоаппарат. Николай Владимирович Леонтьев и Игнатьев. Правильно сделали, что закрыли ночную? Очень правильно. Поехали. Щербенко Анатолий Семенович, капитан третьего ранга. Я считаю, что местные власти очень правильно сделали, что закрыли ночной клуб разврата. Молодежь за этих 18 лет так разложили, что они сейчас не знают ничего святого у них в душе не осталось. Поэтому местным властям надо очень плотно работать над тем, чтобы все-таки память о наших воинах осталась в их сердцах. Мы уйдем, они должны продолжать наше дело. Спасибо. Поехали. Виктор Васильевич, полагаю, что поступок мэра совершенно справедливее и правильнее. Молодежь надо воспитывать в драсте, но только в более соответствующем нашему обществу. Поехали. Наши помаранчевые власти продолжают разлагать молодежь вот этими клубами всевозможными, игровыми автоматами. А уже нет помаранчевой власти. Ну нет, мы ее, да, она ушла. А у нас уже нет. Они сделали очень большой вред для Украины, особенно в воспитании молодежи. Открыв всевозможные клубы, игровые автоматы и так далее. Я буквально недавно прилетел с Америки, там в городах ни одного клуба такого нет, ни одного автомата. Все вынесено за города. Притом все это расположено в одном Флориде, в одном городе. И вот эти игровые, ну там называют казино, громадное помещение. И там же и ночные клубы, да? Там ночные клубы, там гостиницы, это в них в виде, как у нас были дома культуры. Хорошая мысль. У них никаких, никаких нет. Когда вы едете в следующий раз в Америку, надо будет с вами поехать. В сентябре мы. Я поеду, Славик, да. Значит, вынесены за черту города большущие такие громадные здания, как у нас говорят судостроители, только раза в четыре больше. Вот первый этаж полностью заполнен автоматами, игровыми, казино и так далее. А выше четыре этажа это гостиницы. Люди приезжают в субботу, в воскресенье на колясках, инвалиды и все. И полдеют себе. Вот это да, это у них типа развлечения. Молодежь туда не пускают. Я с внуком, внука у меня полтора года, нас не пустили туда. Мы с фойе наблюдали. Ну, очень красиво, красочно все сделано. Значит, на высшем уровне. Значит, очень красиво. Спасибо. Поэтому нашим властям, конечно, если они хотят зарабатывать деньги, нужно где-то за Октябрьским, за Богоявленским там строить такой городок. И пусть богатые едут туда и выкладывают свои деньги в государственную казну. Только все должно... Южно-Украинскую атомную станцию. Южно-Украинскую. Да, закрытие. Закрытие там, да. Там большие у них помещения. Да, да, да. И вот там это дело пусть едут. У них у всех дорогие машины. Много, куча денег в карманах. Пусть они пополняют бюджет Украины. За счет этих игровых автоматов у казино. Поехали. Эти клубы действительно стали рассадниками растления молодежи. Прежде всего, уничтожение ее здоровья. Подождите, но у нас фильм только за один ночной клуб. Что значит эти? Один клуб. Я думаю, что охрана там действительно знала, чем торгует этот клуб. Руководство знало. Все они заслуживают уголовной ответственности. А что это вы так думаете? Откуда вы можете знать? Откуда вы можете знать? Ну, 20 охранников, бывших работников милиции. Не знают, чем торгуют в их клубе. Мужчина, вы такой смелый. Представьтесь, пожалуйста. Вы такой смелый. Жарданов Николай Сергеевич, депутат областного совета. Я здесь поддерживаю, кстати, мнение Жинжирухи, бывшего тоже опера. Да, он четко сказал по этому поводу. А то они нам тут рассказывают. Мы говорят, милиция там нас охраняла. Нам все было хорошо. Как вы думаете, как будут дальше развиваться события? Я думаю, что для остальных клубов это тоже будет определенной наукой. Ну, для остальных понятно. Там у них сейчас шмоны делают. Сами же, кстати, директора делают очень серьезные шмоны. Я имею в виду, как будут развиваться события именно с Дилериумом. Их же закрыли на три месяца. Ну, если откупятся, а у нас... Тихо, 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 тихо. Тихо, я не умею монтировать. Я все идет без монтажа. Все, откупятся, откупятся. Что думаете, что откупятся? Победит здравый смысл. Что лучше употреблять наркотики публично, чем подворотник. Ну, если вы уж такой смелый. Как вы думаете, о какой сумме может идти речь? Не знаю, это я... Если учитывая... Это надо... Обычно процент от дохода идет. Просто должны... Да, их посадят на иглу только финансовую. Ладно, поздравьте наше молодое движение родителей. Поздравляю и ваше движение... Тихо, и мы не имеем отношения к закрытию никакого. Нет, поздравляю ваше движение. Лучше что-то делать, чем не делать ничего. Это правильно. Спасибо. И второе, с праздником всех. Спасибо.